Глава 17 Пророчество о Дамаске Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развален. И приводится к причине этого. Ясно, что Господь показывает его не как мятежника, но сидя и промышляя. И войдет в рукотворенные свои, чтобы помолиться, говорит пророк. И не смогут избавить его. Каким же образом? Те, которые прежде говорили против пророчества «пустое», каким образом могли оказать помощь, когда сами лишены ее? Пророк говорит то, что имело произойти с евреями, что все они оставят города. И будет в тот день умолиться слава Якова, и тучное тело его сделается тощим. Так как одни будут убиты вне, другие будут осаждены в городах, а остальные дойдут до крайнего бедствия. Так что не сможет помочь ни жрец, ни пророк, ни кто-либо иной. Таким образом ясно, что значит помрачение славы Якова. Не сможет помочь ему ни множество, ни телесная сила, ни иное подобное. И останутся весьма немногие, как колосья на полях после жатвы. Потому Бог возбуждает войну и часто немногочисленным дает победу над многими, чтобы показать, что победа принадлежит не множеству, но могущество того, кто по своей воле побеждает многих и с многими, и с малыми. Стих 5. То же будет, что по собранию хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберут колосья в долине Рифаинской. Положив славу своей местности, они считали город свободным и пренебрегали предпринимать что-либо внутри стен. Но для нас свобода обеспечена не местностью, а помощью Господа. Это пророк говорит для того, чтобы предать пророчеству веру, чтобы евзеи не боялись. Смотри, как велик был страх их. Он поразил им племенных не только за тем, чтобы они научились силе его, но также за тем, чтобы они сами стали трезвыми и полезными для себя. Стих 7. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву. И не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарты и Ваала. Что ты делаешь, жалкий человек? Тот тебя сотворил, а ты уповаешь на иного. Сотворивший тебя не сможет ли быть своим покровителем? Приведший тебя из ничего к жизни может снова возвратить в ничто. Отче ума будут созерцать святого Израиля, и не будут уповать на мучителей своих. Уже ли невеликое бесчестие не быть в состоянии понимать? Очень легкое при отсутствии трудностей. И как человек будет почитать то, что он делает? Это происходит не из иного чего-либо, а только из тупости. Стих 9. В тот день укрепленные города его будут как развалены в лесах. Он приводит на память минувшее благодеяние, чтобы иудеи познали его теперь, так как им невозможно отвергать. И они должны признать, что разрушение городов Амареево и Ивеев они совершили не своей силой. Но эти самые народы за свои грехи были предоставлены им, как и теперь, те самые города за грехи жителей. Смотри на многочисленные с обвинений. Если иудеи совершили те же грехи, что и язычники, то уже ли они не заслужили их же наказания? 10. Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. Недостаточно ли было сказать только Бога? Зачем так же спасителя и помощника? Не только не помянул, даже забыл. Но забыв Бога, как ты не вспомнил питателя, всегда кормившего тебя. Так как необходимость пищи и лечения настоятельна, то ты должен вспоминать его. Акила ставит насаждение благолепие. Стих 11. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобой рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Будешь сопровождать их. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море. Рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Да не устрашает тебя, говорит множество, которое возбуждает смятение. Смотри, как тотчас стала весьма легкая победа. Вечер, и вот ужас. И прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий, разорителей наших. Он называет даже время победы, которое имело быть ночью. Почему не днем? Чтобы не видели мучений и не смущались граждане. Видишь ли, как пророк приводит это на ум, чтобы знали, что те наказаны были ради их же.